Глава Люберец Владимир Волков вручил сертификат на жилье мужчине, который оказал помощь при задержании преступника, поранившего мачете двоих прохожих. Инцидент произошел на улице Кирова и получил широкую огласку. И если бы не мужественный поступок Мугабила Бабаева, пострадавших могло бы быть больше. В гостях у героя побывала наша съемочная группа. Я сначала подумал, это муляж. Когда уже поближался на машине, там ребенок с матерью. Он воткнул прямо в эту сторону. Женщину воткнул. Сразу женщина упала. Я уже видел. Сам удивился, что это такое. Дальше уже пошел. Там 15 метров, 10 метров было между домами. Там выходил парень где-то 14-15, в таком возрасте. Ну вот и он ему два раза вот так воткнул. Но уже в такой момент я уже сам себя уже не контролировал. Не знаю, что вот это уже шок. Где такого можно видеть? Оказался случайным свидетелем, но не прошел мимо. В тот день Мугабил Бабаев ехал на работу. Увидев обезумевшего преступника, не раздумывая, развернул автомобиль и сбил его. Перекрыл машиной дорогу и тем самым остановил злодея. Просто достойный поступок любого мужчины. Я думаю, что многие поступили на вашем месте так же. Знаем о вашей проблеме, о том, что стоите на очереди, на жилищную площадь. Вручаем вам сертификат, жилье в микрорайоне Зенина. Дальше все наши сотрудники вам расскажут. Поэтому от души держите. Глава округа передал Мугабилу слова благодарности от пострадавших Екатерины Петровны и Глеба. На данный момент они находятся в больнице. Их состояние удовлетворительное. Луиса Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Продолжение следует...